Обычный укол обезболивающего чуть не привел к заражению крови. Пациентка из Алапаевской городской больницы была вынуждена срочно ехать в Екатеринбург, где ей сделали операцию. Что это, врачебная ошибка или случайность, разбиралась Анастасия Павлова. Вот здесь вот я находилась, вот здесь вот я стояла, здесь вот мне были произведены сначала первая инъекция, это обезболивающая. Внутримышечный укол принес Елене Стальской еще больше боли. В городскую больницу Алапаевска женщина попала, когда гостила у знакомых. Из-за неожиданного приступа пришлось вызвать скорую. Впрочем, в больнице ситуация лишь ухудшилась. Место, куда процедурная медсестра сделала инъекции, воспалилась и стала болеть. По совету подруги Елена обратилась уже в Екатеринбургскую клинику. Неправильно выбрана область постановки, то есть нарушена технология поставки укола. Она говорит, что не видит, куда ставит, а во-вторых, говорит, у тебя уже образовался капсулировался абсцесс. То есть это нагноение, которое, как говорится, образуется после инъекции. Врачи поставили диагноз – острое гнойное воспаление. И если его не удалить, может начаться заражение крови. Кроме того, анализы показали – в рану был занесен стафилококк. Помочь женщине смогла только операция. Алапаевские врачи свою вину отрицают. Процедурная медсестра работает в клинике почти 20 лет. К ней претензий, замечаний не было. Еще раз говорю, что она имеет высшую квалификационную категорию. В общем-то, отлично выполняет все манипуляции, все перевязки. Ну, все, что положено делать медицинской сестре, понимаете. И как бы вот такое случилось с ней впервые в жизни вообще. Я как бы даже и сам удивлен, что такое получилось, что она могла поставить не в то место, как вы говорите. Да. Впрочем, это не первый случай в Алапаевске. Два месяца назад у Людмилы Крапонцевой после введения наркоза загноилась рука. Однако главврач больницы уверяет, что связывать эти истории между собой не стоит. Введение любого препарата, любого лекарства, тем более внутривенно, внутримышечно, может повлечь какую-то нежелательную реакцию. Начиная от аллергической и заканчивая там всем, что угодно. В том числе вот и абсцесс. Сейчас медики проводят в больнице служебную проверку. А Элина Стальская ждет одного – извинений. И если их не будет, горе-пациентка обратится в прокуратуру. Люди должны ответить за свою ошибку.